Пользуюсь я им уже год, наверное, чуть меньше года. Мне его подарили вообще-то. Сам я не решился бы, наверное, купить, потому что устройство довольно большое по размеру, и поначалу действительно было непривычно, что с ним делать, да, как по нему звонить и что будет в дальнейшем. Был такой тест на месяц, а потом все изменилось. Потом я попал в командировку на неделю, в командировку без компьютера. Ввиду того, что моя работа связана с текстами и нужно постоянно что-то писать, постоянно заходить в интернет, в течение недели я работал на ноуте. И что я могу сказать? За эту неделю я, собственно говоря, понял, зачем устройство такого именно размера и что с ним делать. То есть если до этого я использовал в основном как телефоны для выхода в соцсети, то оказалось, что, в принципе, вполне себе рабочая машинка. А с новой системой, я перепрошил Android, эта машинка еще и довольно-таки долго работает. Потому что, когда был второй Android, это было ужасно. Потому что второй Android сжал батарейку со страшной силой. И работать без подключения постоянного какого-то сети было невозможно. Сейчас никаких проблем с энергопотреблением просто нет. Вот. Ну, надеюсь, что в скором времени будет и самая новая прошивка. Тогда уже посмотрим, как покажет себя ноут с сэндвичем. Андроид сэндвич. Я думаю, что это будет не менее интересно. Вот. Что касается сравнения с другими устройствами, наверное, это было бы странно сравнивать. Просто, что скажу. Люди выбирают себе устройство либо исходя из удобства звонков, либо исходя из удобства серфинга, интернет-серфинга. И если человеку нужно звонить, наверное, это не его выбор. Потому что тогда все остальные функции остаются неиспользованными. А вот если человек постоянно сидит в интернете, если он активный пользователь соцсетей, на мой взгляд, это очень хороший выбор. Мне удобно. Еще бы наши сотовые операторы давали хороший интернет-пакет с хорошей скоростью, было бы просто замечательно. Интересно, что сделают со стилосом. Потому что первый стилос, да, это, конечно, интересная штука, но не самая удобная. Потому что пальцем работать все-таки гораздо удобнее на Galaxy Note, чем стилосом. Если будут какие-то интересные нововведения именно в работе с пером, то это будет классно. А что еще? Насчет мощностей, мне кажется, устройство достаточно мощное. Не надо наворачивать. Поначалу всем неудобно от того, что он большой. Да, это непривычно. Мы привыкли к телефонам, которые по размеру гораздо меньше, да, и Galaxy Note, конечно, по сравнению с ними, выглядит гигантом. Но по прошествии недели-двух ты понимаешь, что этот гигант вполне себе удобен. Потому что и это все-таки не не Galaxy Tab, да, с которым человек смотрится довольно странно. А вполне себе, да, нормальные размеры устройства. Плюс это очень удобно для вебсерфинга. Потому что серфить на маленьком экране, ну, это, не знаю, как читать газету через двойное стекло.